Элиза Линч, авантюристка и куртизанка, любовница прагвайского президента Франсиска Салана Лопеса, в отношениях с которым родила троих детей. Элиза Алиса Линч Ллойд родилась в Корке, Манстер, Ирландия, 6 марта 1835 года. В возрасте 10 лет эмигрировала с семьей в Париж, спасаясь от великого голода. 3 июня 1850 года вышла замуж за французского офицера, который вскоре после этого был отправлен служить в Алжир. Она сопровождала его, но в 18 лет, в связи с ухудшением здоровья, вернулась в Париж к матери. Обладая привлекательной внешностью, она решила стать куртизанкой. В 1854 году на одном из приемов она встретила путешествовавшего по Европе Франсиска Салана Лопеса. Сын известного парагвайского политика Карлоса Антонио Лопеса, который влюбился в нее и предложил уехать с ним в Парагвай, обещая сделать Элизу императрицей Латинской Америки. На что она согласилась. Уже в самом начале 1855 года они прибыли в Эсунсьон. В 1862 году, когда Франсиска Салана Лопеса стал президентом Парагвая, Элиза стала де-факто первой леди страны, хотя официально не состояла супругой Лопеса. Однако она имела на него серьезное влияние, и считается, что именно она убедила любовника построить в Эсунсьоне множество важных учреждений, среди которых были Национальная библиотека, Оружейная палата, Железнодорожный вокзал, Новый собор и опера по образцу Ласкала в Милане. Во время Парагвайской войны Линч всюду следовала за Лопесом, передала на военные нужды все свои украшения и даже возглавляла отряд женщин-солдат под названием Лас Резентес. 1 марта 1870 года Лопес и ее старший сын от него, имевших 15 лет звания полковника, были убиты на глазах Элизы убитую при Сэра Кора. А сама она, по сомнительной достоверности сообщениям, одетая в бальное платье, попала в плен к бразильцам, которые заставили ее похоронить мужа и сына голыми руками. После недолгого нахождения в плену она была изгнана из страны, а ее имущество конфисковано. Элиза вместе с двумя детьми отправилась в Лондон, где требовала от нового правительства Парагвая и Аргентины возвращения ее имущества. Пять лет спустя президент Парагвая Хуан Батиста Хилл предложил ей вернуться в страну, пообещав возвратить собственность. Но по возвращении она была арестована и окончательно изгнана из страны. После этого Элиза Линч отправилась в Париж, где в 1876 году написала книгу о своей жизни. Элиза Линч умерла 27 июля 1886 года в Париже в возрасте 51 года в нищете и безвестности. Была похоронена на кладбище Парлашес. В 1961 году парагвайский президент Альфредо Стресснер проголосил Элизу Линч национальной героиней. Ее останки были эксгумированы и перевезены в Парагвай. Стресснер хотел похоронить ее в пантеоне героев, но этому воспротивилась католическая церковь, поскольку Линч не состоял в браке с Лопесом. В конце концов, в 1970 году останки Линч были захоронены на кладбище Сементерио де Ларикалета. В Басунсьоне ей был установлен памятник.